Добрый день! В этом видео я расскажу, как сделать вот такие кубики 2х2. Оригинальные головоломки производятся компанией Calvin Puzzles, называется Sudok Cube 2х2. Версия первая, вторая, третья, четвертая. Кажется, что это просто перемешанные двушки, но на самом деле это модификация. В первой версии всего 4 цвета, уголки одноцветные, уголков каждого цвета по 2 штуки, и нужно сделать так, чтобы на одной грани цвета не повторялись. Второй кубик, версия 2, тоже 4 цвета, но уже расположены хаотично, задача такая же. Третья версия, цветов уже 8, задача чуть сложнее, надо, чтобы не только на одной грани не было цветов, но еще вот на таком поясе, что по вертикали, что по горизонтали. И четвертая версия, цветов всего 2, можно делать узоры. Оригиналы вращаются неважно, и каждый стоит больше 1000 рублей, но их несложно можно сделать из обычных двушек типа Moe Meylong. Для этого потребуется 1 кубик из черного пластика с наклейками, 3 кубика из цветного пластика и 1 кубик из цветного, но макарон, пастельные цвета, 1, 3, 1. Из 5 кубиков, стоимость каждого 200-300 рублей, можно собрать 4 кубика с более высокой стоимостью. Причем здесь не требуется никаких сложных технических действий. Основной инструмент, который мне пригодился, это отвертка, острая, тоненькая. Также может потребоваться прибор для снятия наклеек, его можно заменить в 5 кубиков, про которые я уже говорил, ну и еще мне помогала немного жена. А это уже кому как повезло. После сборки этих 4 кубов осталась еще миска с детальками, 1 крестовина и набор наклеек. Из всего этого можно собрать какого-то фрэнкенштейна, но некоторые цвета здесь только в одном экземпляре, поэтому что-то путное вряд ли получится. Такова основная идея. Берем кубик, ну допустим это исходной отверткой, разделяем вот в этом месте детали и спокойно их снимаем. Снимаем детали. Ну при желании можно снять все, но я некоторые оставлял, зная какие и где пригодятся. Доводим вот до такого состояния, после чего собираем нужную конфигурацию. Проще всего делается первая версия. Здесь нужно минимум усилий. На такую крестовину просто надеваем детальки одного цвета, желтый напротив желтый, красный напротив красный, зеленый зеленый, синий синий. Собираем сначала одну грань, потом напротив каждого такие же цвета. Здесь запоминать какую-то хитрую схему не нужно, запоминается просто. Есть одна грань, желтый, зеленый, красный, синий, к примеру, и по диагонали такие же цвета. Зеленый, зеленый и так далее. Чуть сложнее механически делается черно-белый кубик. Это версия 4. Сложность в том, что нужно снимать наклейки и потом зачищать. Берем детальку из черного пластика с наклейкой и вот этим прибором подцепляем с одного уголка. И когда легко, а когда не очень, эта наклейка снимается. Но остается вот такой вот клеевой след, который можно каким-нибудь спиртом снять. Можно, конечно, и не снимать, но это будет липнуть и выглядеть некрасиво. А чтобы получился приятный внешний вид, лучше протереть от клея. Когда детальки готовы, просто надеваем их сюда. Поначалу может получаться не очень, когда деталей собрано уже много, но постепенно наловчитесь. Здесь ошибиться невозможно. Если вставляете не так, то у нас просто не вставится будет щель. По центру есть вот такое отверстие. Оно надевается вот на этот шип. И остальное становится враспор. Если встало хорошо, щели быть не должно. Крестовина у кубика из черного пластика, цветного и пастельных цветов одинаковая. Ну, могут отличаться оттенки. Здесь были черные вот эти штуки. Но смысл такой же. Все детальки взаимозаменяемы. Вероятно, это можно сделать из кубиков другой серии, где есть черный пластик, цветной и какой-то еще. Кажется, у 2х2 от Сенсо было что-то подобное. Но Милонг стоит недорого, вращается неплохо, и их можно легко приобрести. Собираем 4 черных угла, 4 белых угла. Сначально можно все 5 кубиков просто разобрать на детали, до такого состояния, и собирать нужные комплекты. И начать можно с первого и четвертого. Проще всего. Дальше уже сложнее. Версия 2. Есть 4 цвета, по 6 деталек. Понятно, что из одного кубика это сделать невозможно, но из двух уже вполне. Самое сложное здесь либо придумать, либо восстановить схему, которая должна быть в собранном состоянии. Так как можно заметить, здесь зеленый и синий находятся на одном углу, чего в обычном кубике быть не может, так как зеленый и синий противоположные. Поэтому я сейчас покажу расцветку каждой грани, чтобы ее можно было легко повторить. Не высчитывать, не смотреть на фотографии оригинальных кубиков, которые не всегда полноценны. Но мне удалось восстановить, поэтому делюсь. Первая грань. Вторая. Третья. Четвертая. Снова возвращаю первую. Верхняя. Первая. Нижняя. Сделав такую расцветку, вы получите собранное состояние для версии 2. По 6 элементов 4 цветов. Версии 1, 2 и 4 спокойно делаются из цветного пластика и черного пластика. Но для версии 3 потребуется кубик макаронной серии. То есть пастельные цвета. Здесь должно быть 8 разных цветов. И здесь некоторые цвета мне пришлось заменить. Изначально я приобрел 6 кубиков 2х2, чтобы быть близким к оригиналу. Но повторить оригинал все равно было невозможно, так как там цвета другие. Поэтому я решил сэкономить 1 кубик и сделал расцветку такой. Здесь используются все 6 цветов оригинального кубика. Пастельные расцветки. И добавляются оранжевый из кубика из цветного пластика и черный из кубика из черного пластика. Ну, с черного цвета, понятно, сняты наклейки. Повторюсь, что собранное состояние должно быть таким, чтобы цвет не повторялся на одной грани. На вот таком поясе по вертикали. И вот на таком поясе по горизонтали. Возьмем вот эту черную наклейку. Возьмем вот этот черный элемент. Здесь черных больше нет. Здесь черного нет. И вот тут вот черного тоже нет. Это единственный. И так должно быть с каждым цветом. Я адаптировал цвета и собрал вот такую цветовую схему, которая отвечает всем требованиям. Также сейчас покажу каждую грань. Некоторые цвета, особенно пастельные, на камере, возможно, будут плохо различимы, поэтому я их назову. Допустим, что это первая грань. Черный, оранжевый, светло-желтый, персиковый. Персиковый от розового отличается. Вторая грань. Светло-зеленый, розовый, голубой и белый с кубика из пастельных цветов. Он чуть-чуть от белого цветного пластика отличается. Ну, а здесь он единственный, поэтому будем называть его белым. Третья грань. Голубой, белый, светло-зеленый, розовый. Следующая. Светло-желтый, персиковый, черный, оранжевый. Возвращаемся к первой грани. Теперь над первой гранью сверху оранжевый, светло-зеленый, светло-желтый, розовый. Снова первая грань. Нижняя. Голубой, персиковый, белый, черный. Это розовый, это персиковый. Вот такие должны быть шесть граней. В принципе, если вы не хотите повторять за мной, это можно все высчитать. Вполне неплохая логическая задача. Но картинки из магазинов мне помогли. Хотите больше сложности, сделайте это самостоятельно. Но для проверки, вот схема, которая у меня. Версии 2 и 3 собирать, наверное, непросто. А версии 1 и 4 собрать легко. Соберем версию 1. Здесь можно сделать вот такой узор. И из него получается исходная расцветка. Вероятно, можно расцветку эту исходную менять. Главное, чтобы на одной грани ничего не повторялось. Если перемешать посильнее, мы переходим к необходимости собрать вот такие вот пары. В данном случае это случилось само. После чего делать одно движение. И получается. Здесь же еще проще. Но можно делать какие-то узоры. Стандартный, двухцветный кубик. Из вот этого получается исходная расцветка. Но можно также какие-нибудь дополнительные фигурки тоже изобретать. В итоге, потратив несколько кубиков дешевых, мы получаем аналоги дорогих головоломок. Причем, которые еще крутятся более-менее хорошо. К сожалению, эти кубики получаются не магнитные. Но магнитной версии таким разнообразием цветов не обладают. Название Sudoku Cube, конечно, возможно, спорное. Помним, что Sudoku это скорее что-то вот такое. Но это целая большая серия. Там есть головоломки от 2х2 до 4х4. По крайней мере, такие я видел. При желании, подобное можно делать и на более крупных. Хотя там уже присутствует гораздо больше цветов. И тот же белый из цветного пластика с белым из пастельных цветов. Мало чем отличается вживую. Хотя отличия есть. Поэтому будет сложновато. Но максимум можно сделать 12 цветов, 2 из которых будет похожим. Несложные технические модификации делаются за один вечер. Но зато есть 4 новых головоломки. Надеюсь, видео было полезным. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.